Всем привет, друзья, вы на канале Games Reviews, с вами как всегда Пип, и сегодня мы смотрим с вами игру, которая называется PJ Masks, Герои Ночи. Это у нас игра по мультфильму, который на одном из известных каналов очень давно выходил, и вроде бы даже сейчас выходит. В разработке игры принимала компания Hasbro, которая славится своими игрушками. Итак, давайте начнем, посмотрим, что игра из себя представляет. В этой игре есть функция автосохранения, когда вы видите на экране этот значок, игра сохраняется. Домашняя работа робота. Так, и что нам тут нужно делать? Привет, робот, что ты нам хочешь сказать? Бип, бип, бип. Ребята, этим утром со мной произошло что-то странное. Я точно знаю, что взял свою домашнюю работу, но когда пришел в школу, она исчезла. Точно, моя домашняя работа тоже пропала из рюкзака, а я точно знаю, что я ее туда положила. И я, хотя я скорее обрадовался, потому что задания у меня не получились. Происходит что-то непонятное. Это надо расследовать. Ромео! Сев, Кэтмобиль! Короче, у нас украли домашнюю работу, ее надо найти. Какой-то, видимо, робот Ромео. Сперв... Ух ты! Так. Ага, у нас уровень на машинках. Нам нужно отыскать Ромео и забрать нашу домашнюю работу. Зашибись. Так, что мы тут можем делать? Баварусь на машину с помощью левого рычага. Нажми эту кнопку для увеличения скорости. Ага, понял. Дальше что? Ну, управление тут максимально простое. Собери как можно больше драгоценных камней. Если соберешь все, то получишь награду. Серьезно, я уже пропустил. Раньше нельзя было это сказать. Ай, блин. Ладно. Хрен с ним. Нет, в принципе, можно переиграть, конечно. Но я не буду. Короче, у нас просто три раза можно двигаться в любую из сторон. Просто один раз жмем и переходим на другую линию. Блин, ну, жалко, что мы чуть-чуть вот этих значков пропустили. Могли бы какую-то награду еще заработать. Но ничего. Все, мы проехали. 94 монетки. Видимо, из 100 мы собрали. Но это тоже хороший результат. Мы, главное, доехали до конца. Итак, теперь мы управляем... Ты меня слышишь, Кэтбой? Кэтбой. Кромео прячется на крыше неподалеку. Нам надо его найти. Чтобы перепрыгнуть через препятствие, нажимай кнопку прыжка. Рядом с тобой амулет. Проверьте его. И... Где он? А, вот амулет. И что он дает? Короче, это просто двойной прыжок. Все. Дорожка расходится в две противоположные стороны. Как узнать, в какую сторону идти? Кэтбой, побыстрее. Используй кошачий слух, чтобы узнать, в какую сторону ушел Ромео. Чтобы использовать кошачий слух, нажми на кнопку рядом с ним на экране. Ммм, кошачий слух. Кошачий слух. Все, теперь мы видим, куда. Я знаю, в какую сторону он ушел. Ну, короче, это очень простой такой аркадный платформер. Прям, ну, реально, очень, очень, очень простой. И сделан прям под мультик. Интерактивный мультик, можно сказать. Просто интерактивный мультик, где, видимо, каждый уровень, это определенная серия. Опа, теперь мы меняем главного персонажа. Так, ага, а тут нет уже двойного прыжка-то. Либо суперсила опять нужна. Опа, это не перепрыгнуть. Чтобы продолжить, тебе нужно использовать суперкрылатость. Чтобы взлететь, нажми и удерживай кнопку прыжка. Попробуй прямо сейчас. А, нифига. То есть вот так он, да? Вообще, блин. Воздухе драгоценные камни собирать тяжелее. Убедись, что собрал все. Да вообще, не тяжело, абсолютно. Этот дым слишком плотный. Через него не пролететь. А пройти что, слабо? Палер, используй совиный ветер, чтобы расчистить дым. Савиный ветер. Выбери суперсилу, совиный ветер. Где он тут, совиный ветер? Ну, видимо, вот это. Совиный ветер. Ну, все максимально просто, ребят. Это, короче, прям максимально простой детский платформер. Но сделан классно, озвучка даже есть. Прикольно. Ничего заслуживающего внимания. Так, амулет нашли. Отлично работа! Хорошо сработано. По сути, весь уровень складывается из того, что мы делаем все то же самое. Только смотрим сейчас пока разные способности наших героев. О, здесь дорожка кончается! Ты можешь спускаться вниз по зданию, используя суперсилу Гекка. Просто подойди к самому краю, чтобы прилепиться и начинай карабкаться. Ну, давайте суперсилу Гекка. Серьезно. Что-то ты заранее прям начал. Ну, ладно. Раз так. Я вижу поблизости особенный амулет. Не пропусти его! И... А я не вижу. Так, хорошо. Где наш амулетик? Все, вставай, вставай. Как встать-то? Где ты его видишь-то? Я вот не вижу, например, его абсолютно. Вот он, он спрятан. Все, мы собрали все амулеты. И можем ползти наверх. Так, хорошо. Нам главное все вот эти... Продолжай, выбирай драгоценные камни, пока карабкаешься по стенам. Это драгоценные камни у нас, да? Хорошо. Ладно, бежим дальше. Вот он. Так, суперкамуфляж Гека. Вот этот, что ли? А, мы просто невидимыми становимся, типа как хамелеон. Меняем цвет на прозрачный. Ладно. Ну, допустим, имеет место быть. Все. Не, вот этот персонаж мне максимально не нравится. Он самый медлительный. Так, все. Продолжай собирать драгоценные камни, пока карабкаешься по стенам. Да я это понял уже. Не надо мне по 25 раз повторять. Ну, по сути, мы сейчас уже должны дойти до злодея, потому что мы все способности героев наших троих посмотрели. Просто не хорошо, а просто замечательно. Блин, опять вниз. Да шо ж такое-то. Это прям вот максимально мне не нравится этот герой. Он самый такой неудобный в управлении. Самый тормозной, я бы так сказал. Хорошо сработано. Продолжай. Нам нужно задержать Ромео. Да, задержать. Более на 5 наверх. Да шо такое. Сколько тут уровней-то? Алло. Почему-то за зеленого персонажа у нас максимально длинные участки. Во, видимо, мы добрались. Игра окончена, Ромео. Мы пришли тебя остановить. Ну, привет, герой в масках. Так и думал, что вы появитесь. Мы знаем, чем ты занимался, Ромео. А теперь верни нашу домашнюю работу немедленно. А, имеете в виду вот эти тетради? Я их верну. Как только робот все их прочтет. Он так поумнеет, что я наконец смогу захватить мир. Делай же что-нибудь. Большая жестяная банка. Да, хозяин. А, тут у нас кит-э. Мы просто нажимаем во время кнопки. Вообще нормально. Кошачья суперскорость. Да, как флэш. Ложись. Супер-мышцы, герка? Получи! Ой. О, нет, 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 нет. Коробка с болтами. Мы серьезно работали над этими заданиями, Ромео. Ты должен их вернуть. Ладно, забирайте. Я придумаю план получше. Конечно, придумаешь, Ромео. И мы его предотвратим. В следующий раз вам это не удастся, герои в масках. Извините, хозяин. Что ж, похоже, вся наша домашняя работа теперь у нас. Не волнуйся, Гека, мы поможем тебе ее сделать. Спасибо, ребят! Герои в масках, герои в масках, вот эта ночь. Мы снова всем смогли помочь. Кому всем вы смогли помочь, вы помогли пока только себе, вернув свою домашку. Ну ладно. Домашняя работа. Так, сколько мы собрались? 200. 197. Ага, 194. 6 у нас не хватило, да? Но это мы на машинках немножко косичнули. Ну ладно, ничего страшного. Мы открыли награду все равно. Так, даже два достижения получили. Так, на серебро мы прошли. Ну ладно, ничего страшного. Серебро так серебро. Мы не гонимся за золотым прохождением. Так, следующий уровень у нас воздушные шары в городе. Погнали. Ребята, я видела машину, которая был привязан в воздушный шар. Она пролетала над крышами. Но это невозможно. Машины не летают, Олент. Да, Олент, я тоже думаю, что это невозможно. Что там у тебя, робот-герои? Ниндзя Лина. Если один из них здесь, то ночной ниндзя где-то поблизости. Это надо расследовать. Все в Савиной плане. О, еще есть Савиной планер какой-то прикольный. Мы еще тут, скорее всего, еще, да, молитать будем. А, ну это то же самое, что с машинками. Тоже у нас три полосы получается. Эй. А вот тут понятно. Прикол в том, что тут еще вверх и вниз можно. А как, блин, собирать-то их? Блин. Максимально тут непонятно. Прикол в том, что непонятно, на какой высоте эти жетончики находятся. Хорошая машина. Возьми и этот тоже. Ну ладно, хрен с ним. Мы не гонимся за максимальным сбором этих всех монеток, как я уже сказал. Нам главное сейчас по сюжету пройтись. Отличная работа! Ай. Продолжаем. Хоть чего-то. Но мы и соберем. Давай, 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 лети. Так, отлично. Тут тоже собираем. Ну, никуда мы прилетели. Машины поднимаются на крышу неподалеку. Давайте это расследуем. Чтобы перепрыгнуть через препятствие, нажимай кнопку прыжка. Да ты что, я это понял с самого начала игры. Смотрите, тут у нас все предметы, прям это самое. Ам, летают. Хорошо сработано. Кто-то их на шарики прицепил. Видно опять вот этот поганец, который у нас домашку украл. Так, амулет. Где тут, вот он амулет. Молодец! Чуть-чуть не пролетели мимо него. И что, у нас все уровни, так и будут по крышам. Так, ну ладно, сейчас попробуем и очередную суперсилу. Так, совиное зрение, да? Вот это. А они что, насквозь стену прошли, я что-то не понял. Как-то странно, нелогично это все. Но хотя в мультике не всегда что-то бывает логично. Сейчас мы соберем все вот эти штучки и... Да, беремся... Да, врага. Так, уровень уже, я так понял, подлиннее. Сейчас пока мы будем его проходить. Особенно, блин, за зеленого будет геморрой на опять очень долго проходить. Ничего страшного. Давай, катбой! Все, за катбой, по-моему, прикольнее всего играть. У него и двойной прыжок есть. Да, я знаю. Только я не понял, нахрена нам каждый раз? Один раз. То же самое. То есть это что? Обучение вот это будет на каждом уровне. Опять дым. А, мы можем звать, короче. Понятно. Ну, отлично, все. Мы проход расчистили. Олет, давай, улетай. А какой наш... Я вижу поблизости. Огонит дальше. Не пропусти его. Так, ну что, погнали. Давай, катбой. Опачки. Амулетик взяли. Все отлично у нас. Продолжай. Нам нужно найти ночного ниндзя. О, мы ночного ниндзя ищем, оказывается. Вот как зовут нашего врага. Я что-то это в самом начале, видимо, упустил. Так. Ну, все. Все, давайте. Гека. Самый геморройный персонаж. Вот. И вот он резко, почему-то просто тупо встает. Притормаживает. И вот раньше времени начинает. А, идти. На задних лапах. И он вообще какой-то медленный. Хотя, вроде, вот так вот управляется. Бежит, а потом раз. И начинает подтупливать. И вот, конечно, его передвижения. Вот эти вот медленно. Все медленно. Да, конечно. Ага, это у нас ниндзя, да? Вот это. Так, и опять вниз. Опа. Так, ну где-то у тебя сейчас должна быть суперсила. Да, вот тут, скорее всего. А почему ты не можешь повернуть назад? Ты можешь в любую сторону, блин, развернуться. Мышцы детства? Да ладно. Ты хочешь сказать, поднимь. А, нет, я думал, он поднимет сейчас эту коробку. Коробку, блин. Да, да, да. Легче. Блин, легче, легкого, блин. Даже уже оговорились. Начало. Так, амулетик. Ну, давайте посмотрим, где-то. Вот, вон он, амулетик. Я тоже его теперь вижу. Но его надо вот тут вот обходить, забирать. Все. Ай, блин. Все. Амулет мы все собрали. Мы опять единственное лоханулись на монетках. Ну и фиг с ними. Это нам не обязательно. Все монетки мы не будем собирать. Это даже не монетки. Это какие-то золотые ромбики. Но я буду называть их монетками по стандарту. Как во всех играх, в основном есть монетки, которые мы собираем наподобие Соника. Пусть тут тоже будут монетки. Ну. Продолжай собирать драгоценные камни, пока карабкаешься по стенам. Вот напрягается. Вот зачем вот это вот все? Подсказки вот эти каждый раз. То есть на всех уровнях мне будут то же самое говорить. Если да, то это максимально упорото. Такое не надо делать. Один раз, ну максимум два раза подсказали и все. А потом можно просто выводить деньги в уголке плашечку, что типа если вам нужны подсказки в управлении, вот нажмите туда-туда-то и все. Ну что, мы добрались до ниндзя? Агап, вот так? Продолжай так же. Герои в масках? Ниндзя Лина, кто из вас в недоумке привел их сюда? Ты берешь то, что принадлежит не тебе, ночной ниндзя. Ты должен все вернуть немедленно. Ооо, в самом деле? Ниндзя Лина, избавьтесь от этих вредителей в масках! Кошачья суперскорость! Давайте же, так как на тренировку! Супер камуфляж, Герка! Ой, что за... Что не так с твоим креслом, ниндзя? Ну ладно, справлюсь сам, ниндзя Лина. Совинный ветер! Вам обязательно надо было появиться и все испортить, не так ли, Герои в масках? На этот раз вам повезло, но в следующий раз мы посмотрим, кто кого. Вот увидите. Ты была права, Олет. Они крали все с помощью воздушных шаров. Прости, что сразу тебе не поверили. Да, извини меня тоже, Олет. Надо было сразу догадаться, что ты была права. Все нормально, ребята. Главное, что мы остановили ночного ниндзя. И теперь сможем вернуть украденное. Герои в масках, вот это оно! Мы снова всем смогли помочь! Ну теперь, да, вы хотя бы всем смогли помочь, потому что тут уже у всех воровали. Что ж, достаточно прикольно сделанная детская игра мне понравилась. Даже, может быть, давайте пройдем ее на канале, она достаточно простая и, думаю, недолгая. Посмотрим все эпизоды, может, кому-то зайдет. А на этом обзор игры завершен. Если вам понравилась игра, обязательно ставьте палец вверх, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этой игры и по поводу этого видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Пип, канал Games Reviews. До скорых встреч, увидимся, пока!